и мы продолжаем пройдите ру по названием morbid за савин а колитесь короче я починил меч теперь мне не забирается наша московая сила почему потому что я поставил молнию молния поставил где на короче на 20 процентов которые у нас было потом большая урна ужаса там истощение короче у нас на меча было истощение минус 3 процента да то есть у нас с вами забиралась наша вот это мозговина но у меня было большая даже небольшая а великая руна которая дает плюс 3 истощения поэтому я просто этот дебаф убрал нахер все теперь мы можем чем этим пользоваться и не бояться единственное могу немножечко повысить себе разум рассудок и оказывается в пещерах был этот мужик я пролазил всю локацию вот у нахер который мы с вами изучали стоп теперь вы меня понимаете да это же камень перевода клянусь своими же жировыми плавниками откуда он у вас знаете этот камень здорово мне пригодился бы моим деле очень мешает этот проклятый языковой барьер благодарю мой бесчувственный друг а без чешуйчатый они филосы я не знаю где все торговцы хочу попродавать вещи потому что мне уже места нет нет и я могу типа знаете сюда по закидывать некоторые предметы которые мы все равно не используем ну все типа чтобы место не занимала лишнее так ладно подожди так давай короче перезаряжусь и что мы с вами делаем мы отправляемся в город и телепортируемся в сады у нас остались только сады с вами я думал на топ на этот меч цепите руну скорость атаки но я подумал а смысл если он даже тогда мы с вами тоже нацепили у нас одна не изменилась никак так перемещение старая морния сады сады морнии принципе как видно у нас замок есть там здоровый мужичок у некоторых боссов есть все таки и вторые фазы у некоторых а точно я забыл прочесть про босса который мы убили фланка карача с прочтем так сейчас один основной предмет бутыль финли бутыль старые финли на этикетке изображены черепа черепа демона от одного запаха этой черной жижи начинает подташнивать и путаются мысли чтобы спокойно пить эту траву нужно закалять себя этим пылом всю жизнь свирепый разбойник меч семи гримвальдов лезвие которого корнили гримвальд зарезал всех своих родственников пока те спали великан грук упруги выквал это оружие в качестве первого заказа для это семейство этот вручный меч предназначен начин которого наносит очень глубокие раны ну против великана попробуем топор еще ни одного нужно будет к этому который в городе у нас там находится торговец раболюд руфус старый кфинли мне интересно когда я этого получу блин врагов у нас еще много не изучил и два мини босса еще а я еще этого босса даже не убивал король корнелий наследник сожалению корник гримвальд первен из печали известные династии гримвальд родился коллегой причина скорей всего были многочисленные близкородственные браки в предыдущее поколение ради поддержания чистоты семейной крови недовольные жители королевства обвиняли гримвальда в кровосмешании но те отвергли это обвинение и винили в своей беде и вырождающейся семейной линии богов видя что корнелий недостаточно здоров чтобы взойти на трон гримвальды решили зачать еще одного ребенка который должен был стать достойным наследником каким-то счетом второй ребенок оказался здоровым и вскоре все внимание родителей переключилось на него корнелий был в ярости он видел что его бросили в страхе потерял трон он однажды ночью убил всех членов семьи пока эти спали по закону он стал королем но его правление длилось недолго народ не смог смириться с тем что правитель стал обезумевший убийца собственных родственников люди взбунтовали схватили корнелию замуровали его и заключили никогда больше не произносить это имя корней гримвальд последний из своего рода трон томился в темнице похваченный сожлением и ненавистью к себе пока его тело не начало гнить шли века о нем забыли само время и даже смерть не приходила забрать его с собой ну да 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 так у нас уже семь семь штук и если что у нас открылась еще одна ячейка повышает урон ничего не подозреваемых врагов ну блин это знаете урон в спину повышать максимальность здоровья повышать здоровье с помощью камня дямба ну не знаю не знаю но я такой чтобы конечно потратить на быстрое восстановление все мы прокачали полностью да давайте я этот поставлен на прокачу пока что ничего не буду так хорошо нуууууу не ладно оууу палач а у хлебочек короче у нас садоводы и здоровый садоводы которые рубят деревьям Ну, сейчас мы, в принципе, туда пройдем. Ау. Так, ядовитый гриб дали. Так, Великая Руна Упадка. Но имеете хрону же, на самом деле, дохери. Дохери, дохери. Большинство здесь предметов, на самом деле, у меня не нужны. Ладно, поехали. Куда мы едем с вами? Далее. А, это тот же самый? Это новый. Я подумал, новый. Ну, в смысле, я не ваншотнул? Вот это ваншотнул. Потому что в крысу. Ну, да, стамина быстро очень восстанавливается теперь. Надо сделать этот камень. О-о-о-о. Камень. Камень, камень. А, баф. Вольно. Так, там что-то спрятано. Логично, чтобы я пошел наверх, но я не пойду наверх. Не, это все-таки разные враги. Тут что-то он был... А этот... Готово. Большая рунам. Большая рунам. Большая рунам. Готово. Это что? Просто фонтан? Хорошо. Закрыто. О-о-о. Норм предмедали. Так, у меня хуже максимум, да? Эх. Но это очень хорошие предметы. Оно и здоровье повышает. И здоровомыслие. Плюс на 30 секунд. Эффект длится. Ну, чтобы поднять рассудок, это идеальный предмет. Вот видите, она уже полностью наполнила. А еще набирает, набирает. А, он созвал их. Вот мне не нравится единственное у этого оружия, долгий замах. Но я потихоньку привыкаю. Потихоньку. Эффект. Помога. лучше не рисковать честно скажу не могу принципе от хилл себя прокачивать чтобы быстрее хилиться ау так огненный урон но видите рассудок все равно есть ограничение ай-яй-яй-яй ой-яй-яй-яй так сэвид где то есть если можно чем-то отхилиться я отхилюсь там кабанчик давай хорош для примете вот снова здесь запутанность идет у меня его оружие выпало мариновский алебарда алебарда используются многими сражами морни сочетает в себе хорошую силу удары и удобство ношения такое плевать может быть мне этот меч тоже выкинуть нафиг он нужен так огромные огромные просто невероятно огромную о генетические фрукты череполон кассеты популярные а это было да мне интересно почему здесь но здесь нужно брокколи фармить вот заплохо тихо 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 хорошо ядовитая зона мне бесит слишком много растительности мне дают слишком много цветков этих дают пропадай быстрее я пробежать не могу натуре просто из радиочистителя рун ну ладно великая руна ярости ммм снова растительность мне это травы уже питаться можно мне хочется делать я вот 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 Что, банально боссом? Ни хера она Ни хера себе она Поповиной дерется Поповиной дерется Поповиной дерется Поповиной дерется Поповиной дерется Поповиной дерется Поспеши Избавь меня от проклятия Отправь меня к моему дитя Прежде чем я снова утрачу себя Тихо-тихо Мама уже идет Послушник убит Обряд возвращения Произведен Хи-хи-хи-хи Леди Тристана Мать горе Короче Это Девчонка Мы зашли Она качала Что она качала Свою 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 матку С ребенком Внутри Как я понял Нас Нас видос Мне сейчас Не для этого Нужно все это то то а у меня может пойди убить если я не ошибаюсь а за каждого босса я могу открыть себе одну ячейку ой зачем прокачал так успокаиватель разума но видите намного удобнее играть играть но и которая что это орган а орган большая руна нужно будет тратить то я только о еще не тут наплодились так понтику история ничего предметы всего хорошую силу дарю удобства отношения это было органом в эту булаву заключен злобный потомок богов если он когда-нибудь заберет выберется его ярость наверняка обрушится на владельца оружия справедливо слуга тристаны леди тристана была одержима своим садом и эта одержимость не знала границы заодно упавшую ветви она могла показать срубить целое дерево ее требования к совершенству постоянно росли и между происходили каждый год каждый код понимать десятки новых садовников когда тело тур тур сан захватил долгахар амер погиб слуги остались при ней и продолжали выполнять ее приказы частично из страха частично по зову долгом стражник морли и стражники морли поклялись долгахар что будут защищать даму в синим пока бьется их сердце но когда-то сошла с ума многие из них решили покинуть свой пост долгахар подумала что они готовят измену чтобы передать стражникам урок она прокляла их сердца и заставила их биться вечно стражники морли не могут ни умереть не жить и поэтому потеряли рассудок но остались связаны клятвой и были вынуждены продолжить служение веру в которую они потеряли в их обмундировании можно заметить красные драгоценные камни форта морния который напоминает о вечно бьющемся проклятом сердце леди тристан мать горе у леди тристан всегда было лишь одно желание родить ребенка вместе с мужем мэрон морли морнии они многие годы пытались за части наследника но без безрезультатно пара старела их времена быстро утекали и тут появились великие гахары в отчаянии леди тристана начала молить долгахар дать ей ребенка долгахар согласился помочь в обмен на обед служить тристана дала обед и вскоре забеременела шли недели триста она становилась все хуже ее постоянно мучили лихорадка спазмы и желудки и даже судороги триста начала терять разум манеры доброй и любящей жены начали уступать буйному жестокому поведению она стала подозревать всех и каждого уволила слуг и даже обвинила мужа в заговоре против нее и еще нерожденном ребенке день когда должно быть родиться ребенок из поместья мэра раздался череда чудовищных криков вскоре после этого этого туда вы выбежал мэр с мертвыми остеклянневшими глазами и ничего не выражающим лицом трупа и начал протискиваться через сбежавшийся на крик жители деревни он молча пришел через деревню и подошел до печально известные рощи гримвальд и больше его не видели никто так и не сосмелился пойти узнать что случилось жители деревни в клянуться что если подойти к поместью слишком близко можно услышать женский голос напевающе колыбельная даже кого ты босс давайте немного посмотрим что тут еще есть что-то ценой выпало черни на принципе все здесь больше ничего такого нету да а стоп они повозрождались ну блин давайте тогда я думаю на этом мы с вами закончим ребят поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока